На несколько дней Кировск стал центром лыжного спорта России. В ноябре лыжный стадион Тирос принимал всероссийские соревнования «Хибинская гонка» на первые лыжные старты. В сезоне приехали 400 спортсменов из 26 регионов страны, а также гости из республик Беларусь и Казахстан. Кроме рекордного количества участников поддержать лыжников, в «Хибины» приехали почетные гости легенды лыжного спорта. Четырехкратный олимпийский чемпион, серебряный призер Олимпийских игр Николай Зимятов. Олимпийский чемпион, серебряный призер Олимпийских игр, серебряный и бронзовый призер чемпионата мира Михаил Девятьяров. Бронзовый призер чемпионата мира, 18-кратный чемпион России на различных дистанциях Сергей Крянин и олимпийский чемпион Евгений Дементьев. Приветствия участникам соревнований также направила президент Федерации лыжных гонок России, трехкратная олимпийская чемпионка Лилина Вельбе. Я от всей души вас поздравляю с начальными сезонами. Стало традиционным, что мы открываем сезон в городе Киевской области. Проводим там первые, что называется, зимние перестаны. Сегодня я хочу сказать, во-первых, огромное спасибо нашим партнерам компании ФосАгро за их помощь, за все то, что они делают для лыжных гонок. Безусловно, хочется сказать огромное спасибо и городу Кировску, который очень динамично развивается в плане развития лыжных гонок. Я всем спортсменам желаю хороших результатов, чтобы этот старт был на самом деле ярким, красивым и таким настоящим стартом для нашего олимпийского сезона. Всем удачи, вперед! 18 ноября, 10.30 утра, первый день соревнований. В стартовом протоколе 135 девушек и 180 мужчин. Открывает гонку под первым номером Мадиказина Логичева из Санкт-Петербурга. Вот она уносится на дистанцию. Сегодня сложные погодные условия, мокрый снег. Работа предстоит непростая. Лыжницы одна за одной уходили на дистанцию в стартовом протоколе. 17 северянок, 3 мастера спорта международного класса. На первом подъеме девушек подбадривают олимпийские чемпионы Николай Зимятов, Михаил Девятьяров, Евгений Дементьев и бронзовый призер чемпионата мира Сергей Крянин. Наташка, за тебя болеем! Давай, давай, Наталья! Погодные условия в первый день стартов были тяжелый, мокрый снег и легкая изморозь. Тут расчет не только на выносливость лыжника, но и работу тренеров и сервисменов нужно угадать со смазкой. Один из вариантов, хороший, кто использует это, это лыжи, называется «Зеро» вариант. Это без смазки. Пустые. Это колодочка, там разные варианты есть. И специальные лыжи есть, и натирают их шкурочкой. И они без смазки. Они не дают подлипа, эти лыжи, но имеют преимущество в скольжении. Вот мимо олимпийцев. Под 41 номером промчалась Наталья Матвеева, участница Олимпийской сборной команды России по лыжным гонкам на Олимпиаде в Турине. Неоднократный победитель и призер этапа в Кубке мира. Но в итоге Наталья финишировала второй, 12 секунд уступив лыжнице из Коми Ольги Царевой, неоднократно занимавшей призовые места в Хибино. Прекрасная погода во время гонки, потому что перед этим шел очень сильный снег. Сейчас все-таки осадки не такие большие. И лыжня уже заглянцована. Скажение, в принципе, достаточно хорошее. Бронза у Светлана Николаева из Архангельска. После церемонии награждения сразу мужские старты. Почти 200 лыжников классика один за одним уходят на два круга по 5 километров. Вначале тяжелый подъем, далее спуск на стадион и снова подъем. Для северян гонка стала более чем удачной. И сразу двое спортсменов из Заполярья победители. Золото у Александра Гребенько, а бронза у Андрея Зародова. Очень доволен, что сегодня будут выиграть на родине, в Новосковской области. Всем большое спасибо. Серебро Алексея Шемякина из Архангельской области. Украсил мужской старт. Олимпийский чемпион Турина Евгений Дементьев отправился на дистанцию одним из последних. И после финиша поделился с нашей съемочной группой впечатлениями об организации хибельской гонки. Шикарное место. Красивое место. Стадион хорошо расположен. Сложная трасса. С набором хорошей высоты. Есть где и проявить себя, и проиграть, и опять проявить. Такая она разноплановая. Все замечательно. Организация на высшем уровне. На следующий день в программе хибельской гонки дисциплина спринт. Особенность дисциплины спринта в том, что участники ведут очень короткую, но скоростную дистанцию. Поэтому на финишной прямой всегда очень много эмоций. Финиш всегда яркий. И нередко требуется фотография для определения победителей. Спринт начинается с пролога. На старт вышли 116 лыжниц и 174 лыжника. Стартуют с 15-секундным интервалом и бегут один круг в полтора километра. Тридцатка лучших выходит в четверть финал. Далее спортсмены отправляются на дистанцию с общего старта по 6 человек в группе. В полуфинал выходит 12 спортсменов. По два лучших из каждой четверть финальной шестерки. А также два лыжника из всех оставшихся, но показавших лучшее время. Аналогичным образом происходит отбор в финал, куда попадают 6 лучших лыжников. Они разыгрывают между собой медали. Спортсмены несколько раз проходят на максимальных скоростях дистанцию. Полтора километра пролетают за 3-4 минуты. И здесь все решают сотые доли секунды. Должен спортсмен попасть в первую двойку. Тогда он уже без проблем попадает дальше. Продолжает соревноваться. Или 3-4 по сумме времени, по лучшему времени попадает. Конечно, они стараются все в полную силу бежать. Но если спортсмен чувствует себя хорошо, то он, конечно, бежет силы до финала. Бывает в финале выигрывают именно спортсмены, которые попадают в финал локалурузерами. Но это очень рискованно. Главное в спринте равномерно распределить силы, сохранив их для финального рывка на финишной прямой. Ведь последние метры на стадионе решают многое. Среди женщин победительницей хибинской гонки в спринте стала Светлана Николаева из Архангельска. Все выполнила хорошо. Результатом я очень слезно довольна. Вот держась еле-еле. Ребята бодрили, тренер бодрил. Всем спасибо большое. Финал мужской гонки был не столь напряженным. Первый финишировал Сергей Заболуев из Петербурга. Лыжник уже на спуске обогнал преследователей на несколько метров. И до самого конца сохранял дистанцию и перейти к финишному черту с отрывом. Достаточно весомым для того, чтобы позволить себе эффектный пироид. Забаз, который обеспечивается, хранил до финиша и становится чемпионом хибинской гонки. Как обеспечили такой отрыв? Ну как изначально запланировал, так и сделал. В середине подъема сделал рывок и получилось уйти. Все дни хибинской гонки менялась погода. Поэтому особая нагрузка легла на сервисменов. Подготовка лыжа – ответственный момент. У некоторых спортсменов этим занимается тренер, а кто-то не доверяет никому – это ответственное дело. Как, например, Иван Кустов. Иван – универсал. Он и лыжник, и тренер, и сервисмен. Порошки, парафины и эмульсии – для него это не пустые слова. Он знает преимущества каждой смазки. А как вы подбираете? Откатываем со спуска некоторое количество пар на эту погоду. И мы уже, какая дальше выкатилась, на такую и едем. Заключительный день хибинской гонки здесь, на стадионе «Тирос». Сегодня метель, идет снег. Но лыжников это не останавливает. В стартовом параколе почти 350 спортсменов. Финальная гонка принесла спортсменам немало сюрпризов. Во-первых, на лыжном стадионе с самого утра кружила метель. Сильный встречный ветер тормозил подъемы, которыми так славится хибинская трасса. Во-вторых, силы у спортсменов уже не те, особенно у победителей, которые и так полностью выложились на предыдущих стартах. Последним преимуществом, судя по всему, и воспользовался лыжник из Петербурга Евгений Кудрявцев под 57-м номером. Получая информацию на трассе тренера по времени соперников, спортсмен держался вторым и аккумулировал силы. Оп, 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 лидерам 8 секунд укрепить голы игрываешь. Оп, 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 давай, ну контакт! И после последней отсечки Евгений Реско ускорился и обошел лидера гонки Алексея Шемякина, победителя предыдущего соревновательного дня. И сохранил разрыв в 3 секунды до финиша. В итоге первое место. Время петербуржца на десятке 26 минут и 36 секунд. Последней силой этот, последний подъем оставил. Сработал как мог. Сил уже не оставалось, на последних ехал. Тренер Евгения Дмитрий Колыванов рассказал нам, какую информацию передает лыжнику на дистанции. Веду по времени, по времени лидеров, либо по второму, третьему месту, если какие-то секунды. Стараюсь дать более четкую информацию, где отработать на спуск, где наоборот подъем прыжками отработать. Мне хотелось бы отметить уровень соревнований, именно подготовка. У нас в стране редко, редко где-то такие призовые фонды. У нас даже на чемпионате России чаще всего медаль грамота, может быть, какой-то там небольшой презент. Здесь организаторы, что весной чемпионата России, что начало зимнего сезона. Большое спасибо ФосАгро, классная компания, потому что поддерживают спорт. Благодаря этому мы развиваемся, мы стараемся. А вот в женской гонке на 5 километров интриги не произошло. В свободном стиле Ольги Царевой из республики Коми вновь, как и на прошлой гонке, классикой не было равных. Девушка уверенно лидировала на дистанции. В итоге отрыв от соперниц более 5 секунд, а еще одна победа на хибинской гонке. Как отмечают лыжники и тренеры, приехавшие на соревнования, Кировск имеет ряд преимуществ перед другими территориями. Во-первых, ранний снег, качные трассы, комфортные условия для тренировок и проживания, солидный призовой фонд. Его обеспечивает администрация Кировской и ФосАгро. Компания является главным спонсором хибинской гонки и флагманом развития лыжного спорта в Хибинах. Компания очередила и призовой фонд, это порядка 100 тысяч рублей за первое место для победителей. Также взяли на себя другие организационные расходы. Много планов по развитию и беголыжного спорта. Есть большой проект, который предполагает строительство, асфальтирование лыжероллерной трассы, дальнейшее обустройство всей этой территории. В день официальной тренировки на стадионе Тирос для воспитанников Кировской спортшколы олимпийские чемпионы проводили мастер-класс. Ставили технику, показывали, как развить скорость, как держать стойку при спуске. И как раз в этот момент стадион посетили министр спорта России Олег Матыцын, губернатор Мурманской области Андрей Чибис и генеральный директор Пау Фусагра Андрей Гурьев. У юных кировчан была возможность пообщаться с почетными гостями. Хотелось бы сказать, что вот это уже традиционно. Мы не первый год сюда приезжаем. Ребятишки нравятся. Я думаю, уже в Мурманской области показывают юниоры, в тройку залазят на кубинские гонки. Это вот самый главный результат вот этих уроков для ребятишек. И я думаю, что это самое важное, что мы делаем в этом. Пообщавшись с лыжниками, олимпийцами и их наставниками, гости оставили пожелания в гостевой книге. Министр спорта России отметил, что в Кировске возрождаются спортивные традиции. Мы видим, что очень комфортная среда здесь создана сегодня. И спорт в жизни Кировской и в жизни Мурманской области занимает важное место. И я очень рад, что вот в этой такой карте Российской Федерации, на карте Российской Федерации появляется или возрождается яркая звезда Кировска, потому что мы знаем о традициях горнолыжной скорой Кировска, знаем, что это было место притяжения туризма, туристов из России. И те условия, которые сегодня созданы, и на склонах, и в сервисе, сейчас мы находимся в ресторанном комплексе, они говорят о стандарте международном. А ведь когда-то в Хибинах тренировалась вся сборная команда СССР по всем зимним видам спорта. Лыжники, гонщики, троеборцы, прыганы и даже фигуристы, рассказал нашему телеканалу. В интервью это президент Федерации лыжных гонок России Владимир Логинов. При таком подходе к организации соревнований в будущем спортсмена станет еще больше. Вот здесь же, как сказал, все лотковались, вот олимпийские победы именно вот в советское время, то есть здесь намоленная территория. Я неоднократно говорил, в прошлом веке, после Великой Отечественной войны, все сборные команды Советского Союза готовились в Кировске на сборах. Здесь и фигуристы, и прыгуны, и двоеборцы, и горнолыжники, все лыжники-гонщики, все готовились здесь. Здесь даже исторические различные такие вещи есть, о которых уже позабыли, журналисты не писали, в то время не все описывалось. Ну, например, первый король лыж, у нас всего два короля лыж. Это Николай Семенов-Земятов и Владимир Семенов-Скузин. Владимир Семенов-Скузин уже ушел из жизни. Это первый наш чемпион мира, первый чемпион олимпийских игр, архангельский мужик, здесь кто только не готовится. Мы здесь, когда команда обновленной России готовилась к Олимпийским играм, мне пришлось работать здесь, представителем Муромского областного спорткомитета. Сборная команда нашей страны по биатлону готовилась здесь. Здесь все великие спортсмены, такие как трехкратный олимпийский чемпион Конфиса Рисова, единственная женщина, которая олимпийская чемпионка и в лыжах, и в биатлоне. Здесь и лыжники все, Елена Вяльбе, Люба Егорова, Лариса Лазутина. Здесь просто все выдающие нас спортсмены, здесь, наверное, ну не один десяток олимпийских чемпионов выдающихся. Их сейчас вот ходят и Земятов, и Девятяров, здесь и Миша Дементьев, все они здесь, это Женя Дементьев, все они тренировали, Женя сейчас выступает, он нарадоваться не может, такие трассы и все. Конечно, для того, чтобы все это было еще лучше, здесь надо постепенно расширять трассы, должны быть отдельные там круги для Конькова, для Классинского. Ежедневно после стартов яркая церемония награждения, да и какой она еще может быть для победителей, если призы и сертификаты не получают из рук настоящих легенд лыжного спорта, олимпийских чемпионов и призеров чемпионата мира. Проведение таких стартов в городе, большой вклад и в экономику, спортсмены рядуют жилье, посещают точки общепита, пользуются общественным транспортом и другой инфраструктурой. Кроме этого, для подрастающего поколения сильнейшие лыжники страны пример, мотивация и спортивный ориентир. У нас не только кибинская гонка сейчас, а вот и чемпионат, этап Кубка России прошел по горным лыжам, что тоже немаловажно. Много людей горными лыжами занимается. И естественно, вот так пообщаться напрямую с легендами спорта, поздороваться с ними, поговорить, получить автограф, но это многого стоит, я думаю, подталкивает и очень надеюсь, что на следующей гонке наши дети, наше подрастающее поколение, оно у нас замечательно, будут стоять в первой тройке и будут поздравлять их олимпионики именно с победой в основной гонке. Отдельное спасибо спортсмены выражают сотрудникам споркомплекса «Горняк», который ежедневно с пяти утра готовили трассы. Хибинская гонка завершена, а соревновательный сезон по лыжному спорту в России успешно открыт в Кировске. И до встречи на Хибинской весне. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова